Путь Орла Нескав с защитным поляризационным слоем, совершало падение в бездну на манер подбитого, пикирующего бомбардировщика. Так это со стороны представлялось бы другому хронопутешественнику, наблюдавшему происходящую катастрофу на фоне черных воронок звезд, если бы он в тот момент находился поблизости в надвремении. Набирая скорость и пронзая временной слой за слоем, то, что осталось от физической оболочки 39-летнего земного космонавта Беркутова Олега Герминовича, в стримглав погружалось самые глубокие низкоэнергетические хронопотоки. Агрессивная энтропийная среда шлифовала его скав, как пескоструйная машина, постепенно сдувая все высокопрочное покрытие. Содранные частички оставляли позади слабо искрящиеся кольцеобразные завихрения, пока космонавт проваливался в далекое прошлое из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Окружающий надременной континуум, как ненасытный вакуум, высасывал из него последние запасы магических темных сил, забирая призрачную надежду вырваться обратно, к своей точке старта. Много дней прошло с тех пор, как герой покинул родную планету Земля в составе космической экспедиции к Луне на пилотируемом корабле «Орел». Нелегок и опасен был его долгий путь от безысходности к могуществу, от катастрофы к вершине контроля над магией и технологией. Померкли и притупились некогда сильные чувства переживания от внезапной гибели верных друзей из экипажа земного космического аппарата. Почти стерлись из памяти, оставшись в призрачном прошлом, лица родных и близких, супруги и дочки, родной дом в неизвестно где расположенной Солнечной системе, одна лишь бесконечная борьба с суровым окружающим галактическим миром, и поиск обратной дороги зашорили ему глаза и разум. Почему же сейчас сверхчеловек, наперекор своему упорному характеру, не предпринимал попыток спастись, а остановить бесконтрольный полет в световороте черных дыр, предпочтя беспомощно отдаться течению стихии? Неужели, находясь в одном шаге от цели, он устал сражаться и решил бросить безнадежные попытки исправить произошедшее? Увы, обладающее могучими способностями тело землянина осталось без управления. У него отсутствовала его главная часть — голова. Беда, повлекшая потерю, произошла немного ранее на планете Адриер, родной метрополии космических эльфов. Во дворце короля Лимитрианеля, как и предсказывал наносимбионт, при активации магического ядра сработало охранное заклинание ошейника, надетого на мужчину, пленившими его эльрусами. Зачарованная в тюремном артефакте руна воздушной секиры в самый последний момент почти удавшегося хроноперехода, успела перерубить шею, оделив голову смельчака, как гильотина. Для любого живого существа потеря мозга вмиг стала бы фатальной. Но за жизнь ни перед кем не сгибаемого бойца боролся его альтер-эго, Нанит. Всеми своими силами и передовыми технологиями он пытался сделать невозможное — отдалить роковой рубеж, воссоздать отрубленную часть. Взаимоотношения хозяина и помощника складывались не всегда ровно. Изначально эти разумные частицы лишь отягощали носителя своим присутствием, как проклятием, делая его изгоем в любом из миров галактики. И как ни странно, на родной территории империи техноборгов им также были не рады. Облученные сильной дозой радиации, со сброшенными до нулевых заводских настроек параметрами, Наниты оказались прото-версией, установленной еще их древним создателем Реалнаром. Они не обладали связью с Божественным Маяком, что делало обновление алгоритма развития локальной колонии невозможным. Ей бы побрезгал заразиться даже любой из представителей самой низшей в империи техноборгов социальной группы — операторов-мусоровозов. За подобное Олегу неминуемо грозил утилизатор. Догадайся об этом, кто другой. Пользование неудачной, нестандартной наноколонией, подпорченной программным кодом бешеных, Создавало человеку дополнительные трудности в выживании. Но несмотря на существенные недостатки, превратившиеся в достоинство, Симбион за прошедшее совместно прожитое время эволюционировал в полуживое существо со своим интеллектом и характером, Став вместе с тем близким и преданным другом землянину. Мудрый Искин предвидел фатальные последствия попытки колдовской хронотранспортировки полковника ВКС земли, находившегося под магической блокировкой, о чем своевременно настойчиво предупредил хозяина. Но тот самоотверженно во что бы то ни стало, Желал немедленно спасти свою возлюбленную герцогиню Айверлин и не послушал довода разума. Как остальные самоуверенные представители расы людей, самохапы, прозванные так Боргами, он в очередной раз понадеялся на удачу и удаль. Поэтому, изучивший характер командира Нанит, предпринял все необходимые антикризисные шаги заранее. Для начала просчитав последствия, где смерть неизбежна, помощник в спешном порядке скопировал всю матрицу памяти и структуру мозга Олега, объединил дубликат в некую операционную наносферу, созданную у того в груди, и заблокировал на короткий миг нейропроводимость шеи, отключив ее от пока живой головы. Следом после отсечения, имея программу восстановления точного образа хозяина, симбионт, не жалея запасов композита, беззаветно как скульптор принялся пласт за пластом воссоздавать под восстановленным защитным шлемом фрагменты головной анатомии, воспользоваться же отскочившим ампутированным органом стало уже невозможно, а брубок окончательно потерялся во времени и распался на молекулы. Процесс клонирования согласно плану шел в штатном режиме, и тут колония столкнулась с неразрешимыми проблемами, о которых никто никогда не предупреждал, да и не знал, так как подобная операция совершалась впервые. Оказалось, что ранее послушные командам нанитомагические центры вдруг перестали подчиняться ущербному телу, и дело здесь тормозилось не в отсутствующей черепушке с мозгом. Ее функции и генерацию управляющих сигналов через центральную и периферическую нервную систему немедля перехватил на себя и скин. Проблема возникла в другом. В биологическом носителе недоставало самой важной детали – сопряжение физической оболочки и астральной, попросту души, проявившейся там одновременно с освоением магии. То, что по сути делает из органического объекта живой организм, превращая его в мыслящего, осознающего себя как личность человека. Симбионт мог, сокращая любые мышцы, заставить практически уже труп землянина двигаться, превратив то, что осталось в робота из мяса. Сделать же без неповторимой персональной души обратно полноценного индивидуума ему было не под силу. Но отступать или сдаваться помощник не собирался, научившись этому принципу у своего идейного вдохновителя. Оставалось только бороться с энтропией, тратя свои последние резервы, поддерживая органику от разложения, а также искать решение проблемы или того, кто помог бы справиться с ней. В конце концов, неподвластная физическим законам пространства надвремени, выкачив все остатки магических запасов из неодушевленного тела Беркутова, выбросила его в дремучий временной околоток на поверхность ближайшей планеты Адриер, собственность которой он и стартовал в далеком будущем. Разрушенная, растрескавшаяся внешняя защитная оболочка, словно после излечения из жидкого азота, заклубилась паром и, вымораживая окрестную почву, вместе с растениями на ней окончательно осыпалась. Вроде только что ничего не было, и вот на лесной полянке пристало обнаженное тело мужчины с гладким грушевидным отростком на плечах, без каких-либо черт лица прежнего Олега. Планетарная экосистема и биоценос нового пристанища в целом приближались к земному. Не исключено, когда-то давно кто-то очень древний и могущественный, как сеятель, прошелся по Вселенной, зародив среди межзвездной пустоши на небесных камнях миллиарды сходных островков жизни. Подобные земным животным, часто распространенные по галактике, божьи твари водились и здесь, хотя разнообразие в результате мутации их форм иногда удивляло и самого Творца. Некоторое время, потревоженные спецэффектами материализации обитатели фауны, избегали поляны с лежавшим на ней сюрпризом в виде переохлажденного аппетитного гостя. Но как только пришелец нагрелся до уровня окружающей температуры, то сразу же привлек внимание стаи падальщиков. Внешне они напоминали фиолетовых грифонов, размером с рысь, у которых для планирующего полета служили перепонки между передними и задними лапами. Крупная птичья голова с зоркими бусинками глаз и острым клювом возвышалась на длинной шее. Тело на четырех когтистых лапах, сходное с собачьим, завершалось гибким обезьяним хвостом с кисточкой на конце. Осмелевшие, кожисто-крылые животные расположились на соседних деревьях, где долгое время наблюдали за неподвижным телом человека. Его мертвенно-серая кожа, соблезающей нано-защитной пленкой, выполнила свое предназначение и распадалась отшелушившимися хлопьями. У проголодавшейся стаи не вызвало сомнений, что перед ними находится созревший для употребления труп. Но их опытный вожак продолжал чего-то опасаться и не спешил подавать сигнал к пиршеству. Необычная анатомия этого странного умершего вызывала у него тревогу. В том месте, где должна находиться голова, лишь присутствовал обтекаемый каплеобразный нарост. Существо безлакомых глазных яблок, вкусных решевых отростков в виде носа и ушей, мясистых губ и языка, ставило в тупик матерого гурмана. Однако время шло, и голод победил осторожность. Он издал протяжный клич «Я!» приглашая сородичей на обед. Скавенджеры всей стаи, опережая друг друга, заскользили по воздуху, растопырив когти, чтобы на ходу урвать самые аппетитные кусочки плоти. И тут их уже поджидала коварная инопланетная ловушка. Отказалась бы беззащитного, обреченного на съедение обеда выстрелили тонкие струны ложноножки, пробивая жизненно важные органы летяк и приземляя их рядышком на почву. Симбионту не требовались глаза, чтобы ориентироваться в пространстве. Он никогда не спал, за исключением случаев интимных стыковок Беркутова с самками. Вот и сейчас, бдя за целостность подопечного, нанит таким образом, заодно решил пополнить запасы полезных веществ в едва дышащем организме хозяина. Только нескольким из десятка падальщиков, включая осторожного вожака, удалось улизнуть прочь, издавая раскатистые возмущенные крики, привлекая внимание к выявленной угрозе других живых существ на этой окруженной лесом делянке. Больше желающих отведать киберкосмонавтинки не нашлось, и Олега на некоторое время оставили в покое. Помощник же, растворив добычу, приступил к дальнейшей реконструкции тканей мозга и черепа. В таком сомнамбулическом состоянии пролетели еще пара недель. Короткий восьмичасовой день сменяла такая же короткая ночь. За это время на лысом головном наросте появились карикатурные, но уже знакомые очертания омоложенного лица. Ресурсы же патронирующего киберорганизма подходили к концу. Если глупая живая органика в виде мелких грызунов в худо-бедно сама напрашивалась на оказание помощи в качестве строительного биоматериала, то чистых металлов в окрестностях катастрофически не хватало. Боевая техника или сельскохозяйственные агрегаты мимо не проезжали. Да и, скорее всего, их пока никто еще не придумал. Дефицит железа постепенно снижал скорость и активность нано-колонии. А мозг землянина по-прежнему категорически все не хотел брать на себя обязанности по управлению процессами жизнедеятельности своего тела. На языке механизмов не заводился. Искин неоднократно поднимал вверенное ему бренное биоустройство на ноги и перемещал своим неспешным ходом на другие участки леса для проведения удачной охоты. Поначалу, если сравнивать с землянином зомби под управлением чар-некромантов, ходили более изящно, словно модели по подиуму супротив пьяного инвалида. Однако помощник не сдавался. С каждой новой активацией двигательных функций организма делал это все ловчее. Вскоре походка напоминала уже ленивого, неспешного, немного косолапого, задумчивого туриста. Обновленная био нейросеть потихоньку обучалась и оптимизировалась. Про гигиену пришлось временно забыть. Немытое грязное тело стало смердеть. Остро не хватало частиц колонии на очистку кожного покрова. Как результат, все живое в лесу, почуяв инопланетного хищника, заблаговременно разбегалось. В один из таких охотничьих дней мозг существа засек приближение группы себе подобных. Прямо на него, издавая громкие визгливые звуки, бежала смутно знакомая белокурая самка с острыми ушками, которую, так ему показалось, он видел когда-то в прошлом. В тот момент эскин от композитного голода в целях экономии уже отключил всесторонние функции идентификации гуманоидов. Программа поведения цивилизованного человека сразу заблокировала попытку атаковать новую цель. Распознанная эскином как разумная, гостья не относилась к классу зверей и не подлежала процессу поглощения с усвоением органики. К тому же она выглядела страшно напуганной и держала перед собой примитивный деревянный прототип копья с костяным наконечником, предусмотрительно нацеленным грязному бродяге в грудь. Ее глаза на покрытом боевой раскраской лице широко распахнулись настежь от ужаса, а рот искривился в диком оскале. Одежда прекрасной незнакомки в районе груди и бедер выглядела как несимметричные мохнатые перевязи из двух широких поясов. Материалом для них послужили пестрые, подпаленные шкурки убитых ею ранее пушистых зверьков. Белоснежные длинные волосы, венчавшую юную головку, прибраны в хвост грубым кожаным шнурком, ноги обуты в драные меховые бурки. Завершался гардероб модницы украшениями, состоящими из набора бусиков и браслетов из разноцветных камушков, перьев и обломков костей животных. Вежливо поклонившись и повинуясь алгоритму помощника, Олег отступил с тропинки в сторону, жестами рук недвусмысленно пропуская нервную светскую даму вперед. Она же птицу, увы, импульсивно вскрикнула и резво отскочила в бок. И сделала это своевременно, так как в следующий момент на то место, где до этого останавливалась, воткнулось копье другой модификации. Новый предмет, как еда для голодного, сразу же привлек внимание человека. Разница между двумя видами примитивного оружия и скину являлась очевидной даже с первого взгляда. То, которое должно было вонзиться в незнакомку, а того, что было в ее руках, выделялось другим уровнем технологии изготовления. Состояло из выточенного из неизвестного растения древка с металлической кованой насадкой и замудренными орнаментами украшения пятки. Видимо, это изображение обозначало символ герба владельца. Симбион с голодухи уже обрадовался первому вкусному материалу и готовился приступить к поглощению подарка. Но команда отставить внезапно включившегося молодого мозга, пробудившегося от ощущения близости источника магии, словно отобрала корку хлеба у алкающего беспризорника. Ранее не проявлявший от слова совсем психической активности человек вдруг обратил внимание на приближение опасности. Из леса надвигалась группа зеленых гуманоидов, настроенных далеко не дружелюбно и фонящих колдовством. Загонщиками оказались просто оркастры. Они, как выяснилось, в своем прогрессе продвинулись гораздо дальше туземцев, напоминающих первобытных эльфов. К коим, несомненно, принадлежала убегающая с криками паники девушка, так неосмотрительно приведшая за собой хвост. Пятеро воинов доисторических, слегка поржавевших металлических латок с увесистыми железными топорами и метательными копьями в руках, уставились сквозь прорези шлемов ведер злыми острыми взглядами. Понятно и объяснимо их возникшее недоумение. Посреди растительности появилось невиданное им доселе грязное, голое, вонючее существо. Оно с легкостью завладело их же копьем и, не выказывая страха, не пытается никуда убегать. При этом даже опытные охотники из туземных племен обычно пятились и тряслись при их появлении, всегда опасаясь дотрагиваться до проклятого оружия. А этот смердящий мешок с костями мало того, что не остолбенел, так еще строит из себя тупого самоубийцу, будто заманивает поближе в западню. Тот, кто главенствовал в боевой группе оккупантов с магическим амулетом на груди и гравированными вензелями на наплечниках, рявкнул команду на незнакомом диалекте, и остальные четверо суровых бойцов, повинуясь приказу, разошлись в стороны с целью взять в тиски Беркутова. Искин уже собирался по-простому, по-борговски ассимилировать глупых созданий, но неожиданно получил новый запрет от мозга-носителя. В нем как будто появились проблески сознания и предбоевого азарта. По его запросу пришлось делать расчет движений, используя прошлые навыки человека владения копьем и единоборствами. Противники настороженно поигрывали секирами, отвлекали внимание ложными выпадами неподвижно стоящего Олега, в то время как один подкрался со спины и резво бросился вперед. Хитрец, что было сил, с молодецким хеканем замахнулся. И когда столкновение заточенного железа с мягкой податливой плотью жертвы уже практически стало неизбежным, лезвие топора провалилось в пустоту и глубоко вонзилось в грунт. Человек в последний момент резко отошел в сторону и вонзил свое колющее трофейное оружие в бок нападавшему. Сила ответного удара оказалась такой, что копье, пробив защиту, поломалось, оставаясь в теле врага. Эти недостойные честного боя действия с точки зрения зеленомордых, когда противник должен просто огребать, а не сопротивляться, вызвали дружную бурю негативных эмоций остальной команды. Они, полные ярости, забыв про организованность, с проклятиями кинулись на обидчика, угрожающий скинув личные орудия над головами. Движения землянина напротив напоминали стиль пьяного увольня, который неуловимым для глаз движением заставил того агрессора, что подобрался ближе и шустрее других к раненому, копьем поменять траекторию замаха. Его увесистый топорик промахнулся и ударил в плечо другого от подбиравшегося к месту стычки сородича, а потом бедолага и вовсе отдал черенок оружия незнакомцу, смачно получив от него локтем по зубам через шлем. Четвертый орк не мог напрямую нанести удар, так как перед ним вмиг образовалась куча мала из тел раненых воинов, но он осторожно обошел ее и нацелился в оголенную спину беспечного лесного жителя. Тот, казалось, не ожидал нападения и пинал босой ногой валявшегося на траве растяпу. При этом звук во время ударов исходил, как от столкновения металлической обуви об металл панциря. В последнюю секунду тело полковника на рефлексах в который раз ушло с траектории выпада, а валявшийся неудачник получил добавочный удар топором уже от побратима. Дезориентированный, промазавший, немедленно словил в ответку зубастую зеленую морду обухом. Да так, что его смятый ведрообразный шлем теперь можно демонтировать с головы только автогеном. От повторного уже фатального удара по лбу его спас командир, вовремя скастовавший заклинание воздушный клинок. Магическое метательное лезвие, издавая свистящий звук, прицельно устремилось в направлении груди незнакомца. Тот снова лихо отклонился, подставив перед собой древко секиры. Выстрел не попал в цель. Срезал топорище, но все же слегка по касательной задел руку человеку. Дальнейшие события ничем иначе, как колдовством, орки назвать не могли. Металлическая навершия топора, которым завладел землянин, растворилась в воздухе, оголив обрубок черенка, упавший с глухим стуком на землю. А Олег, как фокусник-иллюзионист, пропал из виду, исчезнув в воздухе на глазах изумленных противников. Старший, не понимая, куда делся этот лесной морок, напрягся, принюхиваясь. Скрытые для непосвященных вихрей потоков маны создавали ощущение присутствия рядом сильного поглотительной энергии. Постоянно оглядываясь, командир испуганно произнес молитву духом-покровителем и поспешил помочь тяжело раненым бойцам подняться и поскорее покинуть поле боя. Спустя несколько минут, как захватчики ушли, на траве проявился лежащий без сознания мужчина. На его левой руке олел рубец от магического рассечения, который очень медленно затягивался здоровой, но сероватой кожей. Немного позже, дождавшись спокойной обстановки, к нему опасливо подкрались десяток раскрашенных аборигенов или русского происхождения. До того момента местные испуганно подглядывали за произошедшим сражением из зарослей. Над павшим телом состоялась сбивчивая речь спасенной девицы, продолжавшая чумелой пялиться. Выслушав ее, осмелевшие остроухие папуасы потыкали тупыми концами копии разлегшегося неподвижно Олега. Некоторые среди них собирались провести пальпацию острыми концами, что встретило категорическое возражение со стороны дамы, отвесившись за трещины безалаберным естествоиспытателем. Видимо, она считалась знатного происхождения и пользовалась непререкаемым уважением и авторитетом в своем племени. Это без опасений позволяло ей так фривольно обращаться с вооруженными соплеменниками, о чем-то посоветовавшись. Заодно пополнив словарный запас симбионта, туземцы взвалили несопротивлявшегося землянина на импровизированные носилки из шестов и потащили в расположение рода. Его мозг, лишившись магической подпитки, снова внезапно потерял интерес к жизни, став апатичным. За ними следом, заметая следы сломанными веточками, шла та, кто как две капли воды смахивала на богиню победы Лире Силь. Глава вторая Несколькими часами ранее Тощая молоденькая остроухая охотница, любимая дочка отца, вождя племени, осторожно пробиралась среди знакомых с детства зарослей вечного леса. Благодаря нанесенной на лицо и оголенные участки тела цветной глини, она хорошо маскировалась в кустах. По непреклонной воле родителя ей пришлось заняться поиском растительных ингредиентов к магическому обряду призыва избранного, так нужного сейчас роду, как никогда защитника и спасителя. Сегодня утром отец ворчал, физически воздействовал на попадающих под руку окружающих, что ничего не подготовлено к важному ритуалу. Обычно следить за капищем и пополнять запасы пахучих корешков, Кешу входило в ее обязанности. А тут не доглядела. По незыблемому завету предков решение старейшего считалось беспрекословным, и, ослушавшись его, можно моментально остаться сиротой, совершенно одиноким посреди дикого леса, без родичей. По неизвестному летоисчислению, его на тот момент толком и не вели, среди аборигенов царил патриархальный полигамный строй. Сильные войны-охотники могли содержать некоторое множество жен, заботящихся об общем потомстве. Поэтому рожденные дети не заостряли внимание на любви к конкретной матери и порой даже не знали, кто она. Их привязанность обычно выражалась к единственному точно известному отцу, возвращавшемуся с добычей после охоты, приносящему еду кормитьцу. У родителей, особенно у мужчин, к отпрыскам теплые чувства также встречались редко. Оставил объедки на полу, уже сделал доброе дело. Дал тумака, закрепил пройденный учебный материал, прикрылся ночью вместо одеяла, считай, приголубил. Впрочем, юная шаманка была особенной, не по годам сообразительной, и поэтому любимой дочерью в многочисленном семействе главы рода. Негативной реакцией девушки за неорганизованность доставалось намного меньше остальных родственников по папе. Ситуация с животными ингредиентами к церемонии, по мнению отца, складывалась предапокалиптическая. Чтобы предотвратить надвигающуюся народ катастрофу, срочно требовалось отловить в лесу особые виды зверей, нужных для принесения в жертву духом-покровителям племени. Наполненные же братьями-охотниками загодя добычей про запас плетеные клети оказались пустыми. Изможденные голодом беженцы и жители деревни не удержались. Не дождавшись проведения жертвоприношения накопленного, употребили в пищу, втихаря растащив понемногу все по пещерам. К ним ведь никто не подходил и не запрещал лично. Клятву на крови не требовал. Дикари одним словом, никакой дисциплины. Узнав об этом, главный шаманный вождь в одном лице страшно разгневался. Он рычал и кидал предметы первобытной утвари во всех, кто осмелился попасть ему на глаза. Чаще всего она была каменной, поэтому летела далеко и точно. Позволяла встречным хорошо усвоить урок в виде шишки или синяка. А еще из-за прочности метательные вещи в исключительных случаях можно повторно использовать по отстающим в усвоении обучения. Почему в исключительных? Потому что не каждая твердая голова выдерживала два урока подряд. Причина злиться возникла не на пустом месте. В окрестностях поселения рыскал многочисленный, смертельно опасный, зеленокожий враг. Как совладать с ним? Должны были подсказать духи во время ритуального вызова. Но теперь призыв не состоится. Эфемерные создания слишком гордые и на суррогат из глины и палок не придут. Ослушавшихся рядовых адриеров именно так назывался общинный род туземцев, проживавших на этом планетоиде, тоже можно понять. Голод не мать, сам не принесет жрать. Они без задней мысли съели неприкосновенные запасы, так как боялись покидать убежище для проведения охоты. Невиданная ранее орда жестоких, закованных, прочные панцири клыкастых пришельцев-каннибалов пришла в их вечный лес, используя магические пути злых духов. Для отважных туземцев, не побоявшихся до этого момента даже кровожадного тигромена, они оказались неуязвимыми демонами, источником паники и ужаса. В сказаниях предков же не нашлось ни одной подходящей притчи, легенды или обычая, дававшего совет, как с ними бороться. Жесткие, покрытые бурыми пятнами, горшкообразные, с прорезями шапки на тягухе и охватывающие грудь обертки в виде скорлупы от громадного ореха не пробивались каменными топорами. Напротив, сверхострые легкие копья пришельцев, брошенные монстрами, могли летать на дальние расстояния, точно поражая насквозь облаченных даже в самые крепкие кожи тела воинов. Этот их невиданный, зачарованный состав шкур одежды и оружия из небесного камня вызывал при попытке притронуться мгновенный колдовской ступор. Самые смелые и сильные мужчины, рискнувшие стать на пути захватчиков, вмиг теряли силы, подвижности, попадали в плен. Такая же участь постигла всех, кто случайно оказывался на пути врагов. Накануне вместе с беглецами прибыли известия из соседней деревни, где проживали дальние родичи. Зеленые наткнулись на тех жителей и безжалостно уничтожили всех, за исключением группы охотников, успевшей скрыться и донести ужасные вести до земляков. Ранее поступавшая информация от мигрирующих беженцев с далеких краев вызывала одни снисходительные высокомерные улыбки, обвинения в слабости и трусости. Но гибель известных многим родственников повергла в шок, заставив пересмотреть угрозу и всерьез задуматься о собственной безопасности. Требовался общий лидер, способный организовать разрозненные племена в единый род. Среди народа началась паника, которую с трудом смог обуздать лишь расчетливый шаман-отец девушки. Он лукаво сообщил на общем совете племени, что духи ему пообещали прислать помощь. Но для этого необходимо совершить обряд вызова спасителя. Пользуясь этим, вождь собрал всех под свое начало, в том числе выживших, кто успел покинуть разоренные окрестные поселения. Вокруг него сразу консолидировались значительные силы из разобщенных ранее племен. Всех их он увел в подземное убежище, где как раз располагался спасительный алтарь. Беспечные сыновья-оболтусы перенесли туда и оставили без присмотра заранее подготовленные клетки с животными. Кто ж знал, что бросившие в панике свой скарб голодные и измотанные беглецы накинутся на припасы? Получив наказ, Лирисиль с родными и сводными братьями отправилась скитаться по рощам в поисках недостающих элементов. Мужчины-охотники, чтобы сильно не напрягаться, далеко не пошли. Расставили ловушки на аппетитных храббитов, кеттеров и скайрлов в ближайших угодьях и притаились в засаде. А вот девушке не повезло. В окрестностях деревни необходимое растение стало уже труднее отыскать. Пришлось углубляться в чищобы дальше. Необходимо было топать в края, где нередко случались встречи с опасными хищниками. Местный домострой по своему укладу был настолько примитивен, что никому даже в голову не пришло выделить сопровождение для охраны одной из многих молодой беззащитной пигалицы. Зато воины в племени считались самыми почетными и важными единицами. Все наперечет. Лишний раз их гонять без надобности не следовало. Это знали все. А то устанут, а тут вдруг война. Оставшиеся нетронутыми селянами Кешу произрастали на удаленном холме со стороны ночного дома. Запад. Отца духов рода Адриера, как у них принято называть небесное светило. Корения имели очень приятный вкус и аромат. Использовались надобия не только как церемониальные благовония со слабым наркотическим действием, но и в быту хозяйками в качестве лакомой пищи. Пока девчонка брела к цели, то и дело натыкалась на свежие когтистые следы тигромена. Пересекала извилистые полосы коварного тирадона, здоровенного змея на ножках. Местами в глине попадались косолапые натоптыши орса, каменистого медведя, встреча с пастью которого тоже не гарантировала для маленького завтрака туриста длительного хранения перед употреблением. Наконец, добравшись до рощи относительно без приключений, она принесла молитву духом деревьев, чтобы позволили ей найти и забрать желаемое. Сразу встретились богатые свежими отростками кусты. Девушка принялась азартно окапывать под ними копьем. На радостях легкомысленно позабыла об осторожности, увлекшись сбором кореньев, и поздно заметила подкрадывающиеся к ней отряд иномирян. Выпадающий из общей пасторальной обстановки вид злых клыкастых зеленых орков вызвал в нее неописуемый животный страх. Она пока не чувствовала в себе готовности встретиться и противостоять им один на один. Из груди непроизвольно вырвался вопль, давший сигнал таящимся врагам в открытую броситься за жертвой. В эльфийку полетели запущенные тупыми концами топоры и копья в надежде оглушить. Но та оказалась достаточно проворная и ловкая, чтобы уклониться от контакта с зачарованным оружием. Зная от пострадавших и сподвергнувшихся набегам других деревень, чем это может кончиться, дочь вождя сконцентрировалась на быстром уходе с оставшей опасной территорией. Несколько раз ее спасало лишь собственное копье, которым удавалось на ходу отбивать пущенные следом снаряды. Раздосадованные тяжеловесные ловцы бросились в догонку, впрочем, слабо в этом преуспевая из-за массивной комплекции. Как ни пыталась Лересиль подавить свой ужас, не получалось. Тот полностью завладел разумом. С одной стороны, был хороший момент. Он подстегивал в ней силы, ускоряя бег, а с другой заставлял в безумии кричать, перепугав шумом все окрестности, указывая преследователям точное направление своего движения. Желание поскорее убежать, скрыться, напрочь заблокировало здравые мысли о том, что делать это в сторону убежища не следовало. Быстро промелькнули дальние кордоны. Вот уже начались охотничьи угодья племени, а выносливые преследователи продолжали где-то позади сидеть на хвосте и громыхать своей шумной одеждой. Неожиданно тропинку перегородило грязное, голое, похожее силуэтом на вставшего на задние лапы орса невиданное существо. От матерого хищника его отличало только полное отсутствие на теле волосяного покрова. Да и длинных когтей с клыками тоже не наблюдалось. Нервы эльфейки находились и без того на пределе. Встреча же с незнакомцем подстегнула градус паники до недосягаемости. Выставив вперед копье она взвизгнула и уже хотела проткнуть чудище, но тот просто отошел в сторону и дал понять жестами рука не лап, что пропускает ее с миром. Эта расслабленная поза в одно мгновение продемонстрировала, что перед ней не дикий зверь, а мыслящее не агрессивное существо. Девушка замешкалась и чуть не пропустила шорох летящего вдогонку копья. В последний момент она отскочила вперед и побежала дальше, что есть мочи наверстывать фору перед преследователями. Забежав заросли, дезориентированная наткнулась на крепкие объятия притаившихся сородичей с испугом наблюдавших погоню и ловко заткнувших ей рот. Поднятая над землей белокурая беглянка по инерции продолжала дрыгать ногами, брыкаться, пытаясь вырваться из цепкой хватки, но братья почему-то не собирались следовать вместе с ней, а по-родственному успокоительно стукнув увесистым кулаком по голове, продолжали удивленно таращиться на поляну. И действительно, посмотреть имело место на что. Там инопланетные агрессоры получали неожиданный отпор от грязного существа, причем по полной программе. Четверых неуязвимых самоуверенных воинов он без особых затруднений тяжело ранил, а вот их глава-колдун смог из-под тишка наслать на него заклятие. Неожиданно развеявшая героя из виду, как туманный морок в лучах светило. Оркастром уже не было дела ни до какой глупой аппетитной крошки. Они еле собрали свои кости и поплелись обратно, оставляя кровавые следы на траве. Их позорное ретирование подняло дух и обрадовало туземцев. Но, видимо, все причины для удивления дикарей еще не окончились. Посередине лесного пятачка снова проявился неподвижно лежащий на травке победитель. Тут то ли от увиденного, то ли от увесистого тумака до пришедшей из себя Лересиль дошло. Дочка вождя, заподозрив явление знак свыше, первая рванула к нему, увлекая за собой осмелевших родичей. Пока отец только пытался вызвать избранного, как духи уже, возможно, сами снизошли до них и прислали своего слугу им в помощь. Охотники, не веря своим глазам, решили на всякий случай потыкать древками в того, кто материализовался как призрак и выглядел как мертвец. С долей командной истерики, накричав на тупых соплеменников, уже пытавшихся проткнуть кожу избавителя своими костяными наконечниками копий, остроухая приказала отнести его к вождю. Уж он-то поможет разобраться, кто перед ними. Всю дорогу братья восторженно бубнили, обсуждая бой, не заботясь о комфорте перевозимого. А у того от тряски то рука соскользнет с носилок то нога, то голова. Отец, отец, смотреть, что наша твоей принести. Девушка в районе входа в пещеру, не сдержавшись, побежала навстречу вождю. Она желала первой сообщить радостную новость. Вот только не все, как выяснилось, потом ее разделяли. Пока несли тело Олега, произошли мистические происшествия. Все с таким трудом собранное и добытое сырье для обряда неожиданным образом исчезло. Изначально, конечно, живые ингредиенты наличествовали. Братья же не самоубийцы, обманываясь старого шамана. Ушастых восстатых даров природы добросовестно поймали и уложили в плетенные заплечные сумки. Пока несли, они скреблись и пищали, внутри предвидя скорый конец. И тут раз, стало подозрительно тихо. Когда пища рода, заглянули, проверили, убедились, что предчувствие не обманули, зло покосились на безмятежного пассажира. Им хватило смекалки, хотя науку, математику их родичи пока не открыли, сложить в уме 2-2 и понять, кто причастен к исчезновению пойманных зверей. Угрюмые лица охотников выражали глубокую досаду и решимость разделаться с шутником. Только появление шамана не давало им пустить кулаки радостной эльфийке, потому что бежало позади, не приближаясь к носилкам. Но протяжении всего пути она категорически отказывалась быть удостоенной этой чести их нести, не меняясь местами с хитрыми братьями в этом сугубо мужском деле. Показывать моя глядеть! Вождь, услыхав крики дочери, вышел навстречу добытчикам. Его поначалу довольное усеянное морщинами лицо медленно преобразилось с удивленного на негодующее. Белые ритуальные полосы раскраски на его лбу слились в жирную линию. Эта дохлая тваль твоя притащить, от его вонять, ваша быть отбитым головой об каменные потолки тупицы, моя учует смрад еще до границы деревня, наше капище требовать живой зверь, мы хотеть их кровь на обряд, где есть исполнять, чем моя окроплять священный камень? Назревал нешуточный скандал с отлучением провинившихся от рода. Великий вождь, справедливый великодушный отец, наша добычь что твоя просить, но... Старший, самый умный, языкастый сын Фалтыбин попытался оправдаться. Олухи, почему ваша сумка опустить? Строгий родитель, как молодой Скайл, подскочил поближе к процессии и с крюченными руками помацал плетенки за спинами носильщиков. Ваше все потерять, растяпы! Раздраженно сделал он далеко идущее обидное заключение. Нет, не все, моя сумка тут, пучки трава лежать на месте, принести, как просить. Продемонстрировала неполную торбу наивная дурочка, скидывая ее с плеч и пытаясь сгладить инцидент. Не понимая, что тем самым еще больше вгоняла остальных мужчин в краску и раздувала и разрушение родительской воли. Теперь даже нельзя списать на историю столкновения с пришельцами, из-за которых они все могли растерять. Одна-то героиня как-то умудрилась этого не сделать. Мужчины гордо, но обреченно опустили головы, но самый младший оборвашка Саннирин не выдержал и принялся оправдываться. Отец, его безволосый орса быть во всем виноват, его чрево лежать на носилках, держать внутри много темный дух, как в дупло старое дерево рой диких кусачий шершень, пока наша нести, нечистый сожрать весь припас. Моя считает его есть осквернитель, темный зверь нельзя оставлять в деревне, его сам проклят и осыпать проклятие на наш рот. Рука-хвост, жалкий попытка хотеть оправдаться, как дохляк мочь кого съедать, горе ложить на ваша никчемная голова. Моя раньше считать ваши лучшие охотники племя, не быть у моей теперь дети, убираться вон за камни и не возвращаться без добыча, заодно забирать ваша падаль и не пытаться втюхать место моя зверь, выбросить дальше за деревня, его провонять тут вся пещера. В сердцах махнул вождь рукой в направлении выхода. Нет, папа, подождать, наше существо нельзя выбрасывать, его и быть тот избранный прийти к наше помогать, а не видеть, как его один расправится с захватчик, что нападает на моя. Набралась храбрости и ступила сельфийка. Что забредить твоя нести дочь, моя хотеть похвалить, но видать твоя тоже трудутся рассудок, как мочь его дохлый вонючий заморыш один справится с заколдованной войной Орда. Отец с сомнением стал пристально приглядываться в глаза остальных понихших отпрысков. Ваша тоже это видеть, балбесы. Поначалу они не хотели сознаваться, отворачивали взгляд, все еще тая злость на необычного гуманоида, но врать толком не умели. Обиженный, под давлением шамана, нестройно подтвердили сказанное сестрой, описали случившееся на поляне. Выслушав сбивчивое повествование, глава задумчиво перебирал собранные на тесемочку клыки от трофеев, висящие как четки на его шее. Не походить его на сильный воин, да и на новичок охотника не тянуть, где обыть боевые шрамы. Точно, шрамы, вспомнила Лересиль, тут на руках есть один, ой, а куда его деваться, моя помощь, что находится здесь. Глядела она на абсолютно гладкую после регенерации серую кожу человека. Уставшие охотники опустили носилки, пока их сестра бесцеремонно ворочила и ощупывала неподвижное тело, наперебой кинулись просить отца избавить от этой ноши и участи изгоев. Его послать, злой дух, нельзя тут оставлять, это навлечь народ проклятия, наше считать, надо положить отродье в пламя, как это делать зеленый враг. Загомонили они, про себя припоминая унижения, которые им достались из-за Беркутова. Цыц, вошь думать, резко оборвал отец неискреннее истинание, распознав в них нотки обиды. Вроде бы, получается, сыновья не виноваты, но и прощать их будет неправедным, подорвет дисциплину среди младших. Моя стыдно за ваш поступок, проявить своя недостойна. Когда, как трус смотреть, враги пытаются завладеть сестра, лишь его грязное существо искать своя смелость. Как быть настоящим мужчиной, встать на их дорога? Моя сильно думать над ваше наказание. Услышав, что о них только подумают и больше не выгоняют на улицу, как безродных доггеров, туземцы повеселили. «Быть же, Рам, его нанести этот хитрый колдун своя темная магия». Лера сильнее оставляла попыток докопаться до истины. «Кроме шрамы у настоящий воин быть экипировкой из добытой его животной, по которой наша может понять, насколько защитник быть силен в битва», продолжал наставлять мудростью отец. «А это что быть за тонкий ошметка на коже? Из тухлой чешуя его шить своя накидка? Моя несказательный воин, сдохлый рыба справится. Плохо, непочетно». Лицо седого старика скривилось неприязненной гримаси. «Показать его оружие», продолжил придирки глава. «Войн, никогда не расстаться с ним, его многое рассказать о своем владелец». «У его ничего не быть, просто отобрать оружие у пришелец, и им поразить рука без пальца громил». В гордом одиночестве отвечала дочка. «Воистина моя думать это чудо», сполошился глава, удивленный рассказом. «Подобно не видеть и не свидетельствовать ни один беженец. Его тело должен быть застыть без двигаться околдованный». «Дочь, твоя права, но нет смысл, его уже умер, ваша балбеса не смочь донести его нормально». Вождь снова наехал на родственников, желая воспользоваться ситуацией и больше нагнать на них вины. «Папа, не ругаться на братья, думать, не все потерять. Моя помнить, как твоя, учить моя на поле битва, проверять, уйти ли раненый воин с царства духа или находиться тут, поднести к его нос перышко птица цыпкира. Если пух зашевелится, то тело пока не настоящий шаман должен носить его с собой, а его всегда прямая. Если твоя думать, что зверь жить, то проверить и убедиться своя». Глава порылся в скрытом шкурах кармане и вынул доисторический диагностический прибор. Девушка опасливо приняла редкую белую пушинку. Мгновенно приблизила к ноздрям Олега и стала о них тереть. Поначалу перо совсем не колыхалось, но потом человек не выдержал что дорогой инструмент выдернуло из рук испытательницы и унесло вдалека. «Его жить у наша получится», запрыгала от радости Эльруска. «Истина да, мертвый не чихать, ваша нести его к ручей, обмыть как своя, моя ждать ваша с его у алтарь, вождь будет говорить с духи, что наша делать дальше». Шаман кряхтя бросился догонять уносимое сквозняком по тоннелю незаменимое воссвидетельствовании трупов Перо.